Кто вообще дал возможность им зайти так просто в Херсон? Почему мы не готовы к правде? Я не говорю о людях. Почему у нас ее нет? Пока длится война, рейтинги правящей партии, рейтинги Владимира Зеленского, они будут высокими. С другой стороны, недовольство, оно только возрастает. Но так как украинцы терпеливый народ, они готовы терпеть абсолютно все. Я вас уверяю, абсолютно все. И холод, и голод, и так далее. Только для того, чтобы мы победили. Победа будет неизбежна. Но сегодняшний день Украина побеждает. Мы понимаем, мы просто об этом молчим, что в стране процветает коррупция, что все равно есть вещи, которые не должны в нашей стране проходить, в нашем государстве, но они проходят. Конечно, это правда. И если, боже упаси, ты наживался на войне, то ты должен пожизненно сидеть. Та жизнь, которая была до 24-го числа, она осталась там. Сейчас все по-другому. Александр Кондратенко, политтехнолог Киев-Украина. Член Национального союза журналистов. С 2015 по 2016 год главный консультант Департамента аналитического сопровождения Офиса главы аппарата президента Украины. С 2016 по 2017 года внештатный советник главы Офиса президента Украины. С 25 февраля 2022 года защищает Украину. Боец спецподразделения «Хорт». Добрый день, Александр. Рада приветствовать вас в программе «Правда». И говорить мы будем, естественно, как мы говорим с 24 февраля, о войне, о ситуации на фронте, о том, что происходит в Украине. Еще раз здравствуйте. Добрый день. Александр, расскажите, какая сейчас ситуация на фронте? Я не буду вдаваться в подробности, не буду уподобаться таким Арестовичам, Ждановым и так далее. Потому как показывает практика, далеко не всегда они говорят правду. И люди эти занимаются своего рода дезинфой. Поэтому ситуация на фронте, если в двух словах, то она стабильно сложна. Ну, она стабильно сложна. Абсолютно во всех направлениях. Если мы говорим о направлениях, скажем, того же Бахмута, то я в Бахмуте был, но был я еще там, когда, ну, собственно, сильные бои были в Лисичанске, в Северодонецке, как перевалочная база была. Сейчас там ситуация приблизительно похожа на то, что было в Лисичанске в июне, в конце июня месяца. Несмотря на это, у расистов мало что получается с наступательными действиями. Вот, мотивация у них с каждым днем войны падает. Это объективно. То есть даже тех, которые берут в плен, они, ну, собственно, большинство из них даже сами зайдутся в плен, и это есть право. Вот. Но те, кто говорят, что они, собственно, там отходят с позиции, вот вспомните, как это было в Харьковской области, что они бегут, сломя голову, это неправда. Они не бегут, они оказывают сопротивление. Единственное, что это сопротивление подавляется нами довольно-таки серьезно. Когда определенное количество людей сконцентрировано в одном месте и имеют все необходимые ресурсы для наступления, у нас это довольно-таки неплохо получается, потому что по снабжению на, вот уже скоро, там, восьмой месяц войны, мы, собственно, уже сравнялись с Российской Федерацией, и местами у нас даже больше уже и арты, и так далее. Система залпового огня, все в этом духе. Если мы говорим о направлении Херсонском, опять-таки, в информационном поле очень много сейчас об этом говорят. Я не исключаю такого момента, что да, Херсон мы все-таки возьмем. Но вопрос не взятия Херсон. Люди должны понимать, что да, мы взяли Херсон, но это цена стольких жизней, что я даже не могу себе представить. Потому что там есть укрепрайоны, и они длительное время готовились к этому наступлению с нашей стороны. То, что они отходят частично, это хорошо. С другой стороны, как только мы заходим в Херсон, вопрос возникает следующий. Не произойдет ли такая же ситуация, как была с Мариуполем? Что они просто хаотично будут разрушать город. Тотальными авиационными ударами, разного рода термоболическим оружием, ну, система залпового огня, ракеты, это уже как бы... Мы настолько уже дико становимся, что мы уже привыкли к прилетам ракет, что это в голове даже иногда не укладывается, что люди просто уже к этому привыкают. А так не должно быть. Поэтому ситуация стабильно сложная, да. Не могу вдаваться там... Я не являюсь не советником Минобороны, я могу субъективную свою точку зрения высказывать. Она такова, что война еще будет, и будет длительный период времени, по-моему. Ну, я так думаю, и я не вижу, что мы могли бы вот так по какой-то там волшебной палочке раз и освободиться нашей территории. Тем более, что впереди идет зима, а в зимний период война немножко другая становится, скажем так. И разведка другая, и погодные условия меняются. С другой стороны, если мы говорим там в осенний какой-то период, дороги размыты, и наступление, теоретическое наступление со стороны той же Беларуси, оно нивелируется погодными условиями. Техника вязнет и так далее. И многие говорят о том, что это произойдет, потому что у них там эта мобилизация произошла, набрали опять-таки разного рода маргиналов, которых нам показывают. Но вы должны понять, что это тоже информационная война, там далеко не все такие маргиналы. Даже если они 200-250 тысяч на убой отправят, то 600 тысяч они будут готовить на весну, как полагается, с снабжением, с учениями и тому подобное. Но бросок на Киев, я хочу успокоить всех телезрителей, которые живут в Черниговской области, Волынской, с этого направления, они там просто физически не пройдут. То есть за это время мы укрепили наши границы со стороны РБ, довольно-таки серьезно, заминировано все. Поэтому это бессмысленная просто бойня со стороны, даже если Лукашенко зажится военный конфликт, войну вот эту, которую он как бы вроде в стороне стоит, но мы все прекрасно понимаем, что у него руки по локоть в крови не меньше, чем у него. Воевать зимой – это действительно не то, что летом. Это и военная форма, и совершенно другие условия. Насколько наша армия сейчас готова и экипирована к зимнему периоду? Я не буду кривить душой и говорить за все ВСУ. Могу сказать за свое подразделение. Мы до сих пор еще ждем зимнюю форму. Это за мой хорт. Если говорить по другим, так как мы общаемся между собой, много у кого друзей и так далее воюют, то кто-то уже укомплектован, кто-то еще раньше был укомплектован. На самом деле ситуация, может быть, можно сказать, что она сложная, но я уверен, что все будет хорошо, и наши ребята не замерзнут. Здесь волонтеры прилагают максимальные усилия, хотя, учитывая, сколько уже времени прошло, я удивляюсь, что по сей день все опять-таки лежит практически на плечах волонтеров. А в чем причина? Ведь говорили о том, что, в принципе, армия укомплектована практически уже на 100%. Вопрос в том, что идет опять-таки доукомплектации. Несмотря на то, что у нас большой кадровый резерв, все равно проходят учения, опять-таки мобилизируются, опять повестки. Если не ошибаюсь, сегодня даже вышла новость, что опять всем будут получать повестки, те, кто попадают под мобилизацию. Возможно, это связано с тем, что в России произошла эта мобилизация, и у нас точно так же хотят добрать большее количество военнослужащих. На случай, опять-таки, если РФ решит просто как-то шашки на голову и пушечным мясом просто где-то продвигаться с какой-то стороны. Мы к этому тоже должны быть готовы, но если мы говорим об обмундировании зимнем и все, что связано с утеплением и так далее, то это вопрос, скорее всего, больше к Минобороне и к Админу, в конце концов. Пусть какие-то другие программы режут, я не знаю, но на фронте должно быть все. Абсолютно все. То есть люди должны понимать, что если там будут какие-то проблемы, эти проблемы теми мюльными шагами придут в города украинские. Без того, что мы видим по ракетным ударам, по инфраструктурным объектам. Вы сказали о том, что из вот того количества мобилизированных на России, которые вы сейчас уже набрали, не такое большое количество людей, которые никогда не держали оружие, бывших зэков, каких-то там алкоголиков. А для чего нужно разгонять вот эту вот историю о том, что они слабые, они не умеют воевать, они не смогут дойти? Это выгодно для того, чтобы вот наши украинцы не переживали, не боялись? Или это больше какое-то ИПСО, именно уже российское? Без инфа, если посмотреть информационное пространство РФ, то у них вот это и, скажем так, в центральных каких-то каналах РФ, не знаю, по Амбестоловьеву и все остальное, они не показывают вот такие истории, где у них там бухари и так далее. Они показывают учения. То есть их картинка, она отличается от нашей. А для нас разного рода телеграм-каналы, наши СМИ подхватывают это и разгоняют. В фейсбуке, везде средства массовой информации. Вот посмотрите, какие они все-таки ничтожные. С одной стороны, это дух добавляет нам как военным, что мы, собственно, видим, что мы больше, лучше подготовлены, укомплектованы. С нами весь мир, в конце концов. Ну и вот все в этом русле. С другой стороны, нельзя недооценивать противника стыд, без информации для замыливания глаз и так далее. Я не исключаю, да, что есть определенный контингент этих людей, которые просто пойдут на убой. Как показывает практика, вот там мобилизировался неделю назад, уже уехал 200 обратно к себе, хотя человек проехал 7 тысяч километров через всю Россию. Ну и как бы как приехал, так и удобрил нашу ридную нынку землю в Украине. Вот. Как дальше? Ну, знаете, я пытаюсь анализировать, почему так происходит в военном плане, хотя не являюсь военным экспертом. И вообще до войны я был политехнологом, просто вот так сложились обстоятельства. Я на второй день уже был военкоматом. Хотя многие мои друзья меня там отговаривали. Где ты, а где вот эта вот война и все остальное? Не все до конца понимают, что тот ужас, который происходит в Украине, мы все это видят на самом деле и не отдают себе отчет, насколько это страшно. То, что было в Гучае, в Гастомеле, это тихий ужас. Когда я туда зашел, еще там ни одного журналиста не было, я столько трупов в своей жизни просто не видел. И это, наверное, просто цветочки по сравнению с тем, что когда мы зайдем в Мариуполь или ближе вот к этим вот регионам, будем продвигаться. То есть изюм показал же этот ужас. Скажите, а то, что вот сейчас идет единый телемарафон, часть каналов закрыта. Вы сказали, и по большому счету это отвечает, даже то, что вот мы слышим, что нету какой-то единой, внятной, понятной политики либо объяснения ситуации, которая сегодня происходит. У нас же же комментируют войну и то, что происходит, любой желающий. Каждый может стать военным экспертом, каждый может стать экспертом по международным отношениям. В то же время за вот эти месяцы войны мы видим, что большинство вот этих вот экспертных оценок, оно ничем не подтверждено и не соответствует действительности вот то, что происходит тому, что было прогнозировано. Россияне хотели взять Киев за три дня, у нас за две недели война должна была закончиться. Дальше там, начиная от того, что мы возьмем, что куда они дойдут, ничего не происходит так, как говорится. Это, опять же, какая-то целенаправленная история или это просто потому, что люди комментируют вот от вольного? Нет, это целенаправленная история. В марафон попадают только те, кто должен попадать в марафон. А кто должен попасть? Те, кто хвалит власть. Вот в таком ключе. То есть туда не попадать. Сейчас критиковать власть категорически нельзя. То есть я даже по себе это чувствую. Ну, меня не зовут на эфир. Потому что когда я приезжал и рассказывал то, что действительно происходит, то, ну, так как мы все равно пишем, я не буду всего говорить. Ну, были у меня конкретные проблемы с разными структурами из-за этого. Хотя чего-то там сверхъестественное я не рассказывал. А мне тысячи людей писали в личку, говорили, спасибо вам, Александр, вы хоть какую-то внятную повестку. Рассказали просто, как это в натуре происходит. Из серии у россиян нету возможности запускать. Это вот Алексей, такое, Ижданов тоже, по-моему, еще кто-то говорил. Нету возможности одновременно запускать там в районе 70-80 ракет или дронов в то одновременно. Я себе тогда думал, как это нету такой возможности. Вообще эти пусковые установки видели? Вообще понимаете, что откуда, какое количество флота, и каждый из них имеет там Искандеры, я не знаю, С-300 и тому подобное. Они могут и одновременно и 200 запустить. Просто вопрос, ну, до сих пор для меня непонятен, почему они на протяжении там 8 месяцев всегда били пожилым каким-то объектам, а сейчас начали работать по инфраструктуре. Объяснение простое. Поменялось командование ВРС. Суровикин пришел, он занимается космическими войсками, так называемыми космическими войсками. Это ВВС. Ракетные войска, это он подходит. Все, они применяют тактику, расчет идет на то, что мы замерзнем. Они хотят сделать следующим образом, чтобы тот коллапс, который грядет, я имею в виду отключением света, воды, канализации всего-всего в разных регионах, возможно, даже неделя, а может быть и месяца, если это произойдет, приведет к тому, что война отойдет на второй план. А на первый план выйдет то, что люди начнут говорить, как дальше вообще. И начнется какое-то внутри движение. Как вы думаете, вот этот единый телемарафон в условиях, когда не будет тепла, света, он спасет власть, когда там никто не будет критиковать? Как будет вести себя власть? И как вообще может повернуться ситуация в Украине при продолжении такого террора со стороны Росфашфедерации? Дело в том, что пока длится война, рейтинги правящей партии, рейтинги Владимира Зеленского, они будут высокими. В этом плане офис президента все делает правильно, если бы я был на месте этих людей. С другой стороны, недовольство, оно только возрастает. Но так как украинцы терпеливы народ, они готовы терпеть абсолютно все. Я вас уверяю, абсолютно все. И холод, и голод, и так далее. Только для того, чтобы мы победили. Победа будет неизбежна. На сегодняшний день Украина побеждает. Если мы вернемся к тому, что связано с телемарафоном, ну, мне это не очень нравится на самом деле. Потому что я не хочу жить в стране, где модель применяется так, как в той стране, с которой мы воюем. То есть это неправильный путь далеко. Но в то же время те люди, которые хотят видеть альтернативную точку зрения, думающая часть населения, они находят эту альтернативную точку зрения в других источниках информации. Как показывает социология, в марафон смотрят все меньше людей. То есть это охваты, они упали в раза четыре. Сначала марафон и сейчас. Все устают от того, что там происходит. Мне непонятно, почему в какой-то момент включают, дай бог, фамилию, Поворознюк, по-моему. Человек, который хамовито себя ведет и журналистка насечет, приезжает к нему и целый час они рассказывают про этого Поворознюка, что у него есть танк семь месяцев стоит. У меня возникает вопрос, тут пацанов за два патрона тягают и дела открывают, а здесь у товарища стоит целый танк семь месяцев, который должен на фронте быть. И ему ничего. Ну, много вопросов, много нюансов. Можно вообще по каждой вот этой истории пройтись и докопаться. Потому что даже по Поворознюку, я посмотрел его биографию, а он 15 судимостей у него. И он такой вот царек на местах. Скажите, ну, а на ваш взгляд, почему была выбрана такая модель? Почему именно вот, опять же, вернусь к единому марафону? Очень часто вот я слышу мнение о том, что мы, в принципе, сейчас вот в информационной политике начинаем там строить какой-то там телеканал «Россия-1», потому что никто из оппозиции туда прийти, в принципе, не может. Конечно, это правда. Так дело даже не в марафоне, а в канал «Рада» возьмите еще до войны и так далее. Это все такая повестка Офиса Президента. Они знают, что они делают, собственно, и делают это грамотно. А зачем мне в моем телемарафоне, где меня все хвалят и целуют, ложка дегтя? Зачем мне это в бочке меда? У меня в этом плане все хорошо. Мало того, если мы представим ситуацию, что приходят туда условно спикеры, связанные с Петром Алексеевичем, то есть за что зацепиться на самом деле. Критика власти присутствует, и еще ого-го какая. Вопросов очень много. Вопросов даже по тому же направлению в Херсонскому. У военных такое количество, кто вообще дал возможность им зайти так просто в Херсон? Кто разминировал это все? И отсюда же тянутся ниточки к тому же Баканову. Несмотря на то, что он друг Зеленского с детства, ниточки тянутся, потому что это его люди, его назначение. Там были люди, которые просто вот с Бакановым, как говорится, рука об руку. Его назначение. А они оказались предателями. И поэтому он идет, типа как бы сейчас его там отстранили, следствие идет, но те люди, которые предали страну, они, собственно, знаете, как на каком-то госпредприятии, если человек, не дай бог, там по технике безопасности погиб, то берут за одно место директора предприятия. Здесь, собственно, такая же история. Но это один из вариантов, почему Баканову убрали. Да вот из меры. А есть и другие нюансы. Опять-таки, возвращаясь к тому, почему в марафон не пускают других там оппозиционных сил, дабы не раскачивали лодку. С одной стороны, это правильно. Ну, с этим я согласен, раскачивают лодку никоим образом сейчас не знаю. Ну, и вопросы эти тоже нельзя просто так где-то на самочок оставлять, я не знаю, фиксировать и так далее, потому что война закончится, все должны будут отвечать по закону. Все, что происходило. И если, Боже упаси, ты наживался на войне, то ты должен пожизненно сидеть. Или как, я не знаю, там, Арсений Петрович Асенюк пожизненно строит свою стену с лопатой, с конвоем, и ты будешь ее строить до конца своих дней. Та жизнь, которая была до 24 часа, она осталась там. Сейчас все по-другому. Если они думают, что в какой-то момент можно будет пропетлять, это уже не сработает. На этой неделе Шойгу провел несколько вот буквально на днях телефонных разговоров, связанных с применением вот этой грязной ядерной бомбы, якобы, да, Украиной. До этого мы слышали о том, что будет взорвано Каховское водохранилище. До этого мы слышали разговоры о ядерном оружии, которое то ли Россия может применить в Украине. Что из этого вообще реальная угроза? И для чего вот эти вот постоянные пугалки, которые уже на самом деле, по-моему, не пугают никого? То есть они уже идут как белый шум. Ну, вы абсолютно правы в плане того, что никого они не пугают. Дело в том, что вот если мы берем по последнему эпизоду, связанному с ядерной, предыдущие, вы правильно обозначили, что это было связано с ЗАЭС. Еще такая же ядерная угроза, чуть ли не три недели весь мир об этом говорил. Пугалки эти продолжаются, да, но опять-таки Российская Федерация имеет такую практику обозначить себя в какой-то момент, дабы потом сказать, мы же вас предупреждали. Ну, то есть, мол, это не мы. Хотя все думающие общество мировое понимает, что это все уже они. Но опять-таки в геополитике там нету ни врагов, там есть партнеры и конкуренты. И все, кто сейчас пытается выехать за счет Украины военного конфликта, этих людей, ну, их видно точно так же как за Макрон и так далее. Вот если вы посмотрите, где приближаются какие-то выборы, там сразу про Украину. Мгновенно. Либо поддержка, либо еще что-то. То есть все зарабатывают какие-то политические баллы за счет нас. Вот. В Российской Федерации я почему не верю в ядерный удар, хотя я не отбрасываю. Хочу подчеркнуть. Мы до 24 числа, даже я по себе могу сказать, я анализировал ситуацию, как она 2 месяца нагнеталась, отдавал себе отчет в том, что это очень дорого. И смысл? Ну, я понимал, что Украину просто так на колени не поставить. Ну, я просчитался. Да, мой прогноз, какие 99,9% людей в Украине, мы не думали, что наш сосед способен на такой уровень. И что нацисты Третьего Рейха оказались просто белыми и пушистыми овечками по сравнению с такими нелюдими. Они не люди. Вот. Поэтому ядерный удар, но опять-таки, зачем это делать? Если же это произойдет, опять-таки, это моя субъективная точка зрения, то ядерный удар будет нанесен не по востоку, а по западной части Украины, потому что это будет колоссальное количество жертв. Это просто будет, ну, это перевернет весь мир. Но в то же время Российская Федерация точно так же понимает, что Россия будет уничтожена в течение 20 минут. Туда полетит со всего, чего только можно. Этого допустить нельзя и в ООН, и в НАТО это все прекрасно отслеживают, понимают. Нету там передвижения. Все фиксируется. Касаемо ядерного оружия, все фиксируется в мире. Вот. Но доставить, у них есть чем доставить, да. У них эти стратегические бомбардировщики, тушки 160-е, кстати, у нас они когда-то были. Юлия Тимошенко вопрос тоже будет задан после войны, как так получилось, часть вооружения. Да и вообще все предыдущие управители Украины, к ним ко всем есть вопрос. Это просто вот ко всем, абсолютно ко всем, как так получилось. Но уже как есть, и нам с этим, собственно, жить, побеждать, не отчаиваться. В конце концов, такой нации, как мы, нету ни в одной стране. Не могу не задать вопрос, насколько я знаю, что в начале войны в вашу квартиру, вот прямо вот прямиком в вашу квартиру прилетела ракета. И вот вопрос по компенсациям. Насколько украинцам государство компенсирует их потери? Насколько вот те украинцы, которые пострадали от войны, лишились жилья, могут сейчас выживать? Вопрос сложный. Если отступить от моей именно квартиры, куда-куда прилет был, но это не только моя квартира, это дом весь пострадал. Нам очень сильно повезло, что ракета не зашла в фундамент, чтобы было как в Бородянке, там где по два подъезда просто складывали. Это второй день рождения называем. компенсации я знаю, что вот только сейчас некоторым людям начали менять окна, но мы до этого не дожидались, собственно, своими силами, сами меняли, и меняют только окна такие, не балкон, если у тебя был шикарный балкон, то тебе его если не будет видеть. Никто не говорит о какой-то компенсации того, что пострадало внутри квартиры. если у меня было там два компьютера, два монитора, ну, то, что просто повылетало, разлетелось в пух и прах, это никого не интересует. Ну, бог с ним, главное, что все живы. А списки такого характера из серии, но вы же понимаете, какое количество лишилось жилья в принципе вообще. Я понимаю. Я прекрасно понимаю. Это горе, я видел это горе, это ужасно. Представить, что в одночасье ты лишаешься всего, это я не представляю, как эти люди просто, если они живы остались. Но в то же время есть программы, точно так же программы бюджета КМДА, которые выделяют. Должны быть компенсации, но по моим там знакомым и так далее, я мало знаю людей, которым бы что-либо там давали. А если давали, то очень маленькую сумму денег. У меня мама инвалид второй группы. Ну, пенсионерка инвалид. День, в начале, когда был прилет, там буквально через неделю дали пять тысяч гривен. На этом все. Ну и живите, как хотите. Представьте, если у людей вообще ничего не осталось. Я не представляю, нам столько выделяется финансовой помощи западных партнеров, куда оно все уходит, для меня остается загадкой. Одно из главных правил это говорить правду. Мне кажется, сейчас мы на полутонах друг перед другом как бы мы умалчиваем. Но мы понимаем, что ни людям не говорят правду ни о войне, ни о победах, ни о реальной ситуации на фронте. И точно так же мы понимаем, мы просто об этом молчим, что в стране процветает коррупция, что все равно есть вещи, которые не должны в нашей стране проходить, в нашем государстве, но они проходят и не все так хорошо, как вот какая-то картинка там в телемарафоне или в каких-то телеграм-каналах. Почему мы не готовы к правде? Ну, я не говорю о людях, почему у нас ее нету? Правда очень болезненна. Ну, вот очень прям болезненна. Если ее со всех щелей сейчас начинать выливать, то будет очень серьезное шатание внутри страны. Если мы говорим о каком-то следующем политическом цикле, то для изменений кардинальной стране должны прийти абсолютно другие люди. А их пустят с той историей с тем же телемарафоном и с зачисткой всех конкурентов. Как эти люди смогут прийти к власти? Вот в этом же как бы и ключевая история. Почему я боюсь даже представить, что будет после. Ситуация такая, модель, которую выстраивали с начала 2019 года, ведет нас к авторитарной форме управления. У нас страной сейчас рулит канцелярия. Если вы понимаете, о чем я говорю. Все вот это меня лично, так как я же говорю, когда ты знаешь то, чего не все, догадываются, это сильно угнетает меня. Но в то же время это меня сильно злит. И, как показывает практика, злит ни одного меня. Таких людей, как я, уже тысячи, если не десятки тысяч. Если брать по военным, там вообще люди, которые прошли уже Крым и Рим и все остальное, они просто так это не оставят. Выборы, которые будут, скорее всего, будут досрочными. И на этих выборах вы правильно отметили, что не всех пустят к ним в участие, принятие участия. Вы посмотрите, как позбивались все денежные кошельки, которые могли профинансировать эти выборы. У кого забрали гражданство, кому повыписывали разные подозрения, кому арестовали счета, кому-то просто сказали, будешь многоумничать, мы папки на тебя поднимем. И эта женщина помалкивает. Очень серьезно. Нехорошая тенденция, но вот вообще нехорошая. Но я верю в том, что единство украинского народа и в какой-то момент будет перелом ситуации. И все-таки изменения будут в положительной стороне. Нельзя сейчас говорить об этом, но задумываться уже стоит. С другой стороны, пока не закончилась война, любые прогнозы, кто бы вам что ни говорил, это все че-пуха. Я не исключаю, что у нас, у Минобороны, есть какой-то козырь, о котором мы все не знаем. И ситуация москраса, так и переломит. А для Украины, чем эта война закончится и какой выйдет Украина из этой войны? И что с Украиной будет после этой войны? Я вижу здесь один пессимистический сценарий, один оптимистический. Хочется верить в оптимизм. Опять-таки, история циклична. Победа будет, безусловно, наша, но на каких условиях капитуляции России вряд ли. Есть нюанс, связанный с количеством гробов в РФ. Ну, то есть, там же тоже люди начинают немножко просыпаться, хотя они зомбированы напрочь. Хотя ему очень долго до того, чтобы проснуться окончательно. Дестабилизационные процессы в самой Российской Федерации могли бы пойти только по тому пути, если бы люди, которые, допустим, олигархи, а их там 88 человек, долларовых, а у них сейчас колоссальные убытки. То есть, они могут превратиться миллионеров через какое-то время. У них есть ресурс финансовый для того, чтобы расшатать ситуацию изнутри и снести вот эту вот дебильную власть РФ. Если определенный пул людей соберется и начнет качать ситуацию, например, на том же Кавказе или в Хабаровском крае, ну, или в любой край, если взять, на автономию свою, фрагментация Российской Федерации тогда неизбежна. Тогда от России останется, от Российской Федерации останется Москва и Питер. Все. Что дальше поделиться? Потому что до распада Советского Союза он не состоялся. Они развалятся. В моем мире они развалятся безоговорочно. Другой момент. Нас сольют наши западные партнеры. Под видом чего? Вопрос сложный. Но пока нас поддерживают британцы, война будет продолжаться. И штаты будут поддерживать, война будет продолжаться. Для завершения войны любой договор, который бы начал подписывать Владимир Зеленский Путин мировой, это штанга для него, политически это все труп. Его разорвут здесь свои же. Никаких договоренностей с РФ быть не нужно. Я верю в то, что произойдет именно дестабилизация в РФ. Но это будет не сейчас. Возможно, в следующем году. Возможно, будет затишье какое-то, потому что русские не могут продвинуть. Возможно, наши наступательные действия в какой-то момент станут настолько стремительными, что мы все скажем «Вау!» И я буду кричать «Пацаны молодцы!» И все, кто приложился к решению этой войны до конца. Но я сейчас не вижу того, чтобы это было «Вау!». Харьковская область это было «Вау!». Отошли от Киева это было «Вау!». Вот разумеемый «Вау!». И спросить себя «Почему они оттуда ушли?». Но я верю в то, что будет все хорошо. Это не пессимизм, это просто реальность. Реальность такая, которая давит на мозги. Можно было бы как большинство наших спикеров рассказывать «Блин, как все классно, такая победа и все тому подобное». Но я другой человек, я не могу так. Я благодарна вам за разговор. Недаром наша программа называется «Правда». И мы стоим того, чтобы слышать правду и понимать объективную реальность. Я очень надеюсь, что мы встретимся с вами через какое-то время, надеюсь, недолгое время, и поговорим уже о следующем этапе того, как происходит событие в Украине. Очень бы хотелось видеть вас в нашей студии уже после победы вживую. Спасибо вам большое. И чаю вам, что я к вам приеду обязательно. Приеду в Днепр. И вообще у меня план поехать по всей Украине всем, кто помогал моему подразделению и финансово, и морально, и так далее. Со всеми встретиться, выпить чашку чая, а может и не чая. Вот. И праздновать нашу победу, а дальше двигаться для спасения нашей страны, потому что экономику нашу гробят целенаправленно, и мне это очень не нравится, а необходимо менять. А если касаемо вашей передачи правды, то правды могло бы быть вот столько, но, увы, сейчас об этом я не могу сказать, что я чего-то боюсь, но не время. Но время придет, я вас уверяю, все будет хорошо. Мы исправим положение в нашей стране, и все будет Украина, и расцветем мы еще лучше, какие-то арабские мира. Спасибо огромное. Удачи. Берегите себя. Обнимаю. Всего доброго. До свидания.